ну что привет всем кто не спит еще кто еще не спит ну в общем опять вот видите меня так повело и что я тут решила вчера я честно хотела сделать трансляцию про сухие шампуни как я вам обещала но во-первых вспомнила что один сухой шампунь который какой-то супер классный мне его обещали его не было да здравствуйте вот и я его куплю и тогда сделаю эту публикацию это раз во-вторых позвонила вчера девушка мне срочно оказывается мы договорились с ней позаниматься так неудобно получилось я в общем опоздала на это занятие первый раз и поэтому поэтому да ну так я на в краснодаре это практически северный кавказ вот и поэтому пришлось трансляцию отменить но я обязательно сделаю я помню про нее вот и вот я сейчас нахожусь в краснодаре за окном уже темно у меня как всегда пустынный номер пятница вечер понимаете все люди вообще развлекаются а я тут в общем как всегда вот смотри пустынная постель у меня смешно самой да ну в общем завтра у меня тренинги в краснодаре я почитала ваши отзывы вот по поводу мытья головы опять вот девушки там пишут знаете на сам помидоры помидоры завтра будет я решила что на нас сегодня мы бы есть не будем спать хочется очень на самом деле так вот я устала вы знаете у меня пигментация была очень мало но у меня есть подруги у которых есть очень выраженная пигментация достаточно близкие мне люди и поэтому я про пигментацию обязательно вам расскажу но не сейчас пока я не готова к этому я иду на следующей неделе к очень эндокому врачу известным он будет делать мне диагностику ну и как кстати димексидом маска для волос не выпали волосы а то тут пишут на всякие страсти меня не выпадает вот я иду к этому доктору очень известному потом расскажу он будет диагностировать меня каких микроэлементов у меня не хватает потому что это как я часто летаю то мне нужно чтобы у меня все было конечно есть вообще 45 это новые 30 давайте не будем что 45 это же не конец конечно есть смысл заниматься что вот и знаете даже вот шестидесяти пяти семидесятилетние женщины ко мне приходили и у них тоже ну понятно какой эффект у них ну вот висит например щека вот так у бабушки да у женщины да и она чуть-чуть поднимается ну может не совсем прямо да станет она как в 30 лет да но все равно эффекции есть понимаете вы же мышцами начинаете работать и поэтому да это кто-то опять да поэтому что я хотела еще сказать вот про волосы ну не то что вот вот мыть раз в неделю это не обязательно просто понимаете все это вот я не знаю где в краснодаре в где-то около торгового центра карусели я знаю но там надо вам звонить организатору по поводу места я вообще ничего не знаю меня вот привезли в гостиницу я тут а завтра я узнаю где будет тренинг но это будет хорошее место да места не знаю надо позвонить ей скорее всего есть пару мест потому что у нас три группы да в тюмень я приезжаю 3 4 декабря у меня тренинг записывайтесь у кати у моего организатора так вот и поэтому я не то чтобы пропагандирую не моете голову понимаете все это зародилось и после того вот эта вся дискуссия у нас после того как я сказала что я редко мою голову все стали удивляться и говорит расскажите расскажите да про волосы ну нет я не замужем но было ну вообще если вы имеете ввиду штамм в паспорте нет у меня нет про маски для леса отдельная будет вообще практически не пользуюсь но есть у меня парочку таких вот очень органических очень а так вот и поэтому вот все очень стали удивляться я через три месяца начала изменения у меня отечное птозное лицо было где-то к 30 лет я когда начала заниматься и когда я начала делать вот это быстро достаточно у меня был эффект хотя я делала все неправильно но эффект все равно был что я сама тоже дело по книжке вот как многие на это я уже потом начала делать правильно через где-то год так вот и поэтому когда я сказала что голому редко все стали очень удивляться нет волосы вы ничего не пропустили про сухой шампунь я прям так и напишу про сухой шампунь будет трансляция да и поэтому все стали удивляться что я их редко мою и не бить пять дней вот пять дней кстати можно легко не мыть вот семь дней уже сложнее даже мне иногда знаете у меня на шестой на седьмой день но я вижу что у меня уж такой налетик да я просто к нему привыкла ну плюс еще от сухого шампуня бывает вот и поэтому очень стали все удивляться почему же я мою редко голову какой кошмар потому что большинство девушек вы со мной согласитесь сейчас моют день через день ну списывая то что у нас мегаполис или еще что-то зимный пилинг что-то я так нормально не то эффект останется но у вас будет постепенно лицо возвращаться в исходное положение в исходное состояние а вот так вот и когда понимаете вы начинаете мыть голову каждый день у вас там не то что кислотно-щелочной баланс ну там ph баланс смывается у нас агрессивная вода и вот эти шампуни ну представляете да и вы моете 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 да да вот видите кто-то пишет да да пока не надо менять упражнения можете спокойно 10 лет делать вот вместе со мной я вот делаю уже в седьмой год и нормально одно и то же вот и потом потом будем я буду работать над тем чтобы как-то их улучшить так вот и поэтому все очень сильно шухой шампунь конечно менее вреден особенно понимаете вы же им начинаете не сразу ну понятно сначала сразу может быть но я начинаю на третий на четвертый день им пользоваться на третий там на четвертый причем на третий я совсем чуть-чуть потом побольше да ну не могу не отвлекаться девочки все же по теме пишут понимаете да вот и поэтому вы видите просто донести мысль что можно волосы реже мыть и бывает что это реально решение проблемы понимаете что просто некоторые начинают мыть хотя бы вязи на самом деле окей не надо там раз в неделю понятно это такой прям бывает это сложно к этому прийти а да закончу конечно закончу вот но хотя бы раз четыре в пять дней это абсолютно реально абсолютно реально и вы увидите как у вас волосы станут гуще и но это понятно не сразу произойдет понимаете вот это я хотела донести что нужно нужно просто не то чтобы прям вот конкретно раз в неделю но если вам не в моготу помойте их конечно через четыре пять дней но сейчас вот эта тенденция вот это все вот там не знаю там в лицо но вы знаете волосы вот все делать 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 мыть делать вот эту миза терапи salad в голову там еще что-то понимаете но иногда просто можно выдохнуть да и все будет нормально это знаете как девушки когда делают на на наращивание ресниц я не против наращивания ресницы ну знаете бывает вот прям сначала чуть-чуть потом больше 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 Ну это вот часто бывает. А потом раз, она сняла нарощенные ресницы, и прямо смотришь, и помолодела, и такая красотка, и без ресниц, да. Ну потому что вот когда чуть-чуть меньше бывает, всегда лучше. Да, меньше косметики лучше, да, и так далее. Вот. А мытье головы, понимаете, если вы хорошо расчесываете. Ну на самом деле шампунь, понимаете, шампунь тоже надо иногда менять. И вообще, конечно же, лучше вот эта вот история, там, перейти, там, мыть голову, там, какими-нибудь желтками, там, и так далее. Но вот это вот, я считаю, это нереально. Потому что у нас все-таки вот это вот, ну это надо долго, да, и жить, наверное, в деревне, да, и заплетать косу. Да, мы же все хотим пышные волосы. Вот. Но реально все-таки перейти на мытье, и вам будет легче жить. Потому что некоторые девушки раньше встают, чтобы вымыть голову за час, там, до выхода на работу, например, чтобы вымыть голову перед работой. Ну правильно же. Вот. Про сухой шампунь будет позже у меня специальная трансляция. Вот представьте, вот это встать, и каждый день вы сушите их феном. Все равно вы будете сушить их феном, особенно зимой. Ну, представьте, так вы сушите феном их раз в пять дней или, там, раз в неделю, а так вы каждый день через день сушите. Ну, вы понимаете, да, что количество сушек феном сразу же у вас в пять раз снижается, если вы хотя бы, там, в четыре раз в пять дней начинаете мыть голову. Понятно, что первые три месяца будет очень сложно. Да, видите, два года делает девушка, да, класс. Да, с каждым месяцем все. Да, я принимаю по бабу. Вот сейчас, кстати, сделаю перерыв, две недели не принимаю, и сразу же три даже недели не принимаю, нашла у себя седой волосок в брови. Вот так вот бывает. Вот, поэтому вот там вот на все комментарии, что вот зачем я там, ну, там девушки пишут. Ну, понятно, да, родите двоих детей, и тогда у вас будет, там, не будет времени там быть. Ну, в общем, ну, это все понятно, да, как бы каждый там находит. Знаете, я знаю, вот Иру не игрушки, например, у нее вообще четверо детей погодок, и вообще, молоток она просто, и выглядит прекрасно, и вообще такая. Поэтому лучше прилететь на семинар, конечно же, но скайп-занятие, это, понимаете, для тех, кто никак не может прийти ко мне на семинар. Девочки знают, которые вот из Москвы мне пишут иногда, можно мне скайп-занятие? Я им сразу говорю, нет, скайп-занятие, лучше вам прийти, но вы же в Москве живете. В Москве тренинг у меня уже в понедельник будет и в среду. Вообще из Москвы я только сегодня улетела и прилетаю в воскресенье, поэтому из Москвы я надолго не улетаю, у меня там семья, родители, ну и так далее. Вот, друзья, я же живу в Москве. На следующей неделе я еду в Ростов-на-Дону, так что приходите все ко мне на тренинг в Ростов-на-Дону, а потом у меня будет день рождения и небольшой перерыв, вот, и потом я еду в Питер. Вот, мужчинам можно ко мне на тренинг, как раз таки, вы знаете, у меня, например, вот вчера мой знакомый мужчина отправил свою девушку ко мне на тренинг. И, кстати, сам он у меня тоже занимался, вот, поэтому вот так бывает, что иногда не женщина отправляет мужчину на тренинг, а мужчина на тренинг. У меня на сайте написано superliцо.ru, у меня 8 ноября день рождения, я скорпион, такой, знаете, ну, скорпионы разные бывают, поэтому вот так вот, ну, какая есть. Да, так вот, главное, знаете, у скорпионов есть одна черта, они очень, как вам сказать, если вот что-то начинают делать, они делают это до конца. Вот в моем случае это вот помогло мне как раз таки начать профессионально заниматься гимнастикой гельца. Могу вам показать свои скулы на вечер, посмотрите, да, я, кстати, после самолета накрасилась с утра, больше не красилась, чуть-чуть тогда. Вот, поэтому, конечно, вид немножко замученный, но гимнастика гельца все равно позволяет сделать таким лицо, знаете, устойчивым, что у вас не будет такого прям очень замученного вида, даже после перелета. А вот, что ж, погад. Конечно, видите, вот, ну, вы думаете, у меня такие скулы были? Вы думаете, почему ко мне приходят все мои старые-старые друзья и подруги из детства, и мои одноклассницы, кстати, придут в, приходят на семинары? Почему? Потому что они меня видят, знаете, у нас там прошло 20 лет после окончания школы, и все начинают, ну, все собрались, да, и вот, ну, люди же видят, как лицо твое изменилось, и как ты выглядишь, и какое там, и поэтому приходят очень многие, да. Да, да, я сама влюблена в скулы, знаете, ну, вот так, конечно, они в жизни не выглядят, это когда ты их напрягаешь, это вот такой мощный каркас вы делаете. Да, видите, 6 месяцев кто-то, девушка делает, так, Алла, Алла, да, я помню вас, конечно же. Угу. Да, пришла к тому, ну, почему вот пришла, у меня очень птозный, отечный такой, если зайдете на сайт ко мне, то вы увидите там фотографию, одну из первых, это я, там я почти неузнаваема. Да, приходите. Да, вы знаете, на самом деле нет, результат у меня был и тогда, когда у меня было гораздо меньше тренингов, ну, конечно же, когда я вот приезжаю, например, вот сейчас я приехала, под глазами три, номер три упражнения. Вот, чаще, чем два раза сейчас делаю, но я иногда себе устраиваю разгрузочные дни, понимаете, вот у меня сейчас тренинг будет два дня в Краснодаре, будет там три группы каждый день. Я буду каждый день три раза делать, и, вы скажете, ну, в понедельник, например, или во вторник я буду отдыхать, и я вообще не буду делать гимнастику для лица. Понимаете, я вот так вот, потому что все надо без перебора, я не делаю некоторые упражнения, например, я не делаю, точнее, я делаю все упражнения, но я не делаю упражнения на верхнюю губу. А вот, ну, сами знаете, почему, потому что вопрос выдерживать вот про этот вот, про, а свои ли у вас губы, Анастасия, ну, понимаете, психологически очень влияет вообще. Слушайте, а кто мне вот это все написывает, да? Мужчины, давайте, мы тут по существу, у нас женская вообще, ну, не только, кстати, женская тема. Вот, ну, в общем, девушки, вы давайте, может, вопросы позадаете, я тут про волосы вроде все рассказала. На самом деле, хотела просто сказать, что я не то, что пропагандирую, раз в неделю и все, кому-то, может, раз в пять дней подходит. Вот, ну, просто вот даю такую альтернативу, что если вы попробуете, да, помимо того, что вам навязывают постоянно какие-то уходы, какие-то там, да, и вот, да, вы можете мыть голову пореже, у вас сразу же станет сальность, постепенно все равно будет проходить. Вот, это, понимаете, это как мазать, например, если вот мазать кожу, да, жирную, да, все время вот там с кремом, который убирает жир, да, сушит и так далее, вы же знаете, что жира будет вырабатываться все больше и больше. Так же и с волосами. Я вот про прикорневое гофры вам расскажу. От гимнастики лимфоток, конечно, лучше. Я про сухие шампуни и прямо покажу вам их. Я вот сейчас собираю, у меня уже три дома, и четвертый я еще, да, не увидела последний комментарий. Ну, лаки, пенки, слушайте, ну, лак, я на самом деле пенкой в последнее время не пользуюсь, да, и вот у меня без пенки нормально все. Ну, у меня начинает чесаться голова где-то дней на четвертый, день на четвертый, на пятый, вот. Нет, гофры, если правильно делать, нормально, ничего не жжет. Делаю его несколько лет, и у меня волосы очень густые, вот. Вредные привычки? Ну, вредные привычки у всех есть, а сладкое люблю, знаете, поточить, поесть. Как начну есть, так не остановишь. Конечно, ну, как связаны? Ну, вообще, на самом деле, конечно же, все у нас связано в организме. Ну, я согласна, что при корне... Не, подождите, при корневое гофре, которое вы делаете сами, и оно смывается с каждым мытьем, не то гофре, которое я делаю, знаете, вот специальное, которое отрастает. Мы сейчас вообще не про это. Да, я вообще без вот этой вот всей там... Это как ламинирование ресниц, да, я против этого. К йоге прекрасно отношусь, сама даже иногда на нее хожу, и вообще... Это такое вот... Ну, в общем... Нет, не сушит. Конечно же, не сушит. Вы знаете, что я кремом-то не пользуюсь. Я так и не пользуюсь кремом. Очень редко пользуюсь сывороткой. Ламинирование и коронирование? Нет, сигареты, алкоголь я стараюсь не употреблять, но у меня очень много вокруг кто курит, поэтому нюхаю и вдыхаю я аромат сигарет постоянно. Конечно, специальным утюжком, причем чуть-чуть совсем, причем, знаете, по секунде, чтобы просто волосы не травмировать. Нет, это не то, Гафре. Я занимаюсь спортом. На этой неделе занималась 4 раза. Или 3. Или 4, 4, да. Или 3. Ну, в общем, 3-4. Иногда я занимаюсь и 5, и 6 раз, но это, знаете, сейчас вот с моими вот этими поездками, конечно, сложно. Вот. Ну, в общем, давайте тогда что, если так... Вроде я так пока на все ответила, да. В общем, завтра в Краснодаре, девочки, потренирую Краснодар, а потом поеду в Ростов. Спасибо большое. Да. Потренирую Ростов, потом отпраздную день рождения, и потом поеду в Питер. Да. Да, спасибо. Ну, вечер у меня такой, знаете, я сейчас лягу спать, почитаю книжечку. Вообще. Да, спасибо большое. Да, я тоже, знаете, на самом деле, такая хорошая погода. Ой, я вышла на улицу, и, конечно, в Москве уже прям мороз, вот. А здесь плюс 14, и, говорят, завтра 17 будет. Вот. Боюсь летать, очень, очень боюсь. Да, умываюсь кларисоником я. Вот это я люблю. Хорошо так прямо умыться. Вот, да, и поэтому, конечно, здесь... Да ну сколько можно? Я вас сейчас заблокирую за вот такие вот эти самые... Там мы... Да. Суперлицо.ру. Заходите все, посмотрите. Суперлицо в Инстаграме. В общем, всё, я всех люблю. Всем желаю тоже хорошего вечера. Вот. И пишите мне письма, присылайте фотографии. До и после, девочки, особенно, кто был у меня на семинаре, мне они очень нужны. Потому что вы же знаете, вот особенно, кто был, что так много скепсиса всего, вот это приходится всё это прорывать. и очень сложно бывает. И ваши фотографии мне очень помогают. Всё. Всех целую. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok